всем здравствуйте меня зовут наталья недавно я купила плоттер для скрабукинга и обещала показать вам его работу вообще-то снимать сегодня не собиралась это спонтанное решение поэтому не очень готовилась и не очень строго судите меня за это если что-то не получится вдруг так в общем вот сам плоттер вот он так открывается включаем кнопочкой так вот здесь на компьютере так сделала специально чтобы видно было и монитор компьютера и плоттер одновременно запускаем программу solution studio с которой работает плоттер так здесь выбираем рабочий стол этот плоттер работает с форматами а четвертыми поэтому здесь вот как раз видно бумажку а четвертого формата затем открываем файл с изображением которое бы мне хотелось вырезать так сейчас я увеличу вот пожалуйста надпись эта надпись нужна мне для открыточки поэтому я решила заснять как я ее буду вырезать так вот я на коврике подготовила кусочек бумаги пока коврик новый относительно новый вот ведь я уже тут по вырезала кое-что уже немножко с надрезами получился в общем пока коврик новый к нему можно приклеивать бумажки и небольшого размера то есть не обязательно прям целый листа 4 формата приклеивать чтобы вырезать одну маленькую надпись у меня почему-то так получилось что изображение вырезаются немного со смещением поэтому я так расположила надпись не один к одному к началу координат немножко вниз сделала так вот давайте я вставлю бумагу о не бумагу коврик плоттер вот тут кнопочка которая позволяет ему войти зацепление так теперь в программе у плоттера мы выбираем настройка вырезки и здесь в окошечке выбираем бумагу на которой хотелось бы нам резать здесь мне не очень нравится потому что нет аналогов нашей бумаги приходится выбирать по наитию как-то если когда-то что-то получилось то такую бумагу использовать тут автоматически для каждой бумаги уже заданы параметры резки то есть на вылет ножа вот он здесь на троечке скорость это толщина резки здесь есть еще и другие параметры но как правило люди не заморачиваются и все по умолчанию это уж если совсем опытный пользователь я тут опять задела камеру то тогда можно экспериментировать нужно стараться чтобы не прорезать коврик ножом и вообще чтобы он дорезал то есть два две крайности можно прорезать коврика можно не дорезать бумагу то есть нужно искать золотую середину вот здесь достается нож и есть вот такой вот инструмент с помощью которого можно с этой стороны так вот вот здесь ну здесь и так троечка у меня стоит по сути дела можно вращать с помощью то приспособление так выставлять нужное значение на ноже вставляем его обратно фиксируем все плоттер у нас включен коврик вставлен в него бумажка приклеена все готово когда плоттер начнет работать меня наверное слышно не будет потому что работает он громко так ну что будем надеяться что все в порядке и можно начать резку довольно долго он вырезает даже небольшие какие-то детали то есть скорость не высока у него и еще он вниз очень большой охотой вырезает ажурные детали что для меня стало не очень хорошей характеристикой для него потому что я как раз люблю ажурности но то что мне бы хотелось вырезать он пока что справляется а так вообще это получается что возможности мои расширились значительно с приобретением плоттера и теперь уже даже разбегаются глаза что конкретно на нем вырезать такой большой выбор так ну вот он закончил нужно опять я задел вытащить так вот мы видим надпись теперь нужно будет аккуратненько отклеить так вот она надпись но я сейчас не буду ее доставать потому что хочу ее достать аккуратненько чтобы не порвать это надо сделать аккуратненько поэтому на этом я закончу свое видео надеюсь что то новое вы узнали из него всего вам хорошего до свидания поторопилась я с вами попрощаться забыла показать те детали которые я уже успела вырезать на этом плоттере все очень любят салфеточки вот как раз салфеточки я и первым делом и пыталась вырезать вот это вот совсем очень такая классная мне прям нравится но зато вырезал плоттер их но просто неимоверное количество времени я не засекла к сожалению сколько времени это заняло не думала что так долго будет но можно выспаться вот та же надпись которая сейчас вырезала просто большего размера вот предполагалось что она будет такого размера это просто я ее уменьшила для того чтобы использовать на открыточки конкретного необходимого мне размера здесь такая деталька и можно под нее еще вырезать подложку можно рисовать в программе самому нужные детали можно трассировкой делать картиночки какие-то интересные вот тоже новогодняя тема и здесь снежиночки это вот игрушка я тоже собираюсь в открыточке использовать так что вот так надеюсь заразила вас интересом к плоттеру ну и теперь уже действительно до свидания